привет сегодня на обзоре будет очень интересная доска немного забегая вперед если посмотреть на это основание она реально выглядит как доска также немного забегая вперед если после обзора тебе понравится это основание человек который предоставил мне это основание на обзор готов его продать стоимость этой доски за которую он готов ее отдать всего 9000 рублей чтобы ее приобрести дай знать либо в комментариях либо напиши мне в соцсетях а теперь уже переходим непосредственно к самому обзор первое с чего начнем этот обзор это с коробки этого основания коробка выглядит самым обыкновенным способом ничего выдающегося нет примеру как у последних новинок butterfly коробка выглядит вот такая обычная картонная далее у нас само основание и вот такая вот вес основания которая нас будет сегодня тестировать составляет 95 грамм основание у меня сейчас даркер speed 90 хиноки в чем его особенность в чем именно прикол мне как обзорщик эвитаря самая сладость делать обзор на такое основание что не нужно запоминать послойную структуру этого основания почему все просто потому что здесь всего один слой и этот слой хиноки толщина основания составляет 9 миллиметров примеру у стандартных досок butterfly всегда они примерно 5 и 8 5 и 7 5 и 6 есть 5 и 5 то это 99 миллиметров соответственно это очень толстое основание теперь перехожу к ощущениям от этого основания когда я взял его в руку во первых чувствуется когда я первый раз его взял в руку чувствуется очень хорошее качество изготовление этого основания и немного как-то отдает японии в чем именно отдает могу сказать следующее что во первых качество вот этого шильдика то есть вот очень прикольно прикольно вот он сделан выжжено все так аккуратненько вот это вот это вот эта вот эта вставка нигде она не торчит нигде здесь не выпирает далее углы в пальцы нигде не втыкаются то есть сделано очень сильно качественно и прям под руку человеку про внешние характеристики этого основания поговорили как она выглядит как она сидит в руке какая коробка теперь уже переходим к техническим характеристикам это этого основания следующий момент это нужно понабивать и посмотреть пятно отскока но если честно даже не набивая на доске мячик у меня есть ощущение что пятно от сколько будет либо она маленькая либо она будет куда-то смещено с центра поскольку у однослойных оснований если всего один слой мне чисто логически кажется что тяжело разместить его где-то в центре поскольку это просто тупо доска но сейчас посмотрим как это будет по факту по звук услышим что звук тухловат скорости не так-то уж и много и двигая по всей лопасти постоянно разный звук то есть стабильного от сколько практически вообще нету здесь теперь на этой стороне вообще вот ощущение что максимальная скорость и вообще максимальная звонкость где-то вот вот в этой точке то есть не в центре как обычно хотелось бы а где-то вот здесь в самом центре как бы она тухловато и ощущение как будто какая-то пустая куда-то мяч как проваливается в общем при первых набиваниях мяча на этой доске есть ощущение того что по всей лопасти вообще разный отскок и самое максимальное звонко место где-то смещено куда-то вот примерно на 7 часов на 7 пол восьмого где-то здесь в центре чувствуется какая-то как пустота отскок смещен где-то вот сюда и стабильности отскока практически нет по всей лопасти абсолютно разный звук разный отскок теперь я клею накладки и пробуем это основание уже в деле вместе с накладками у нас все готово накладки которые будут на этом основании dignex 09c типор evolution mxs первое с чего мы начнем это короткая игра далее начинаем уже все развивать как обычно по первому ощущению коротко на столе играть не особо удобно связано с тем что она толстая толстые основания какая-то постоянная опаска что можно воткнуться стол также на короткой игре мяч практически вообще не чувствуется и он постоянно куда-то подвуплевывается то есть чуть-чуть сильнее ударю мяч чувствую но опять же чувствую не совсем мяч какую-то дикую вибрацию в руке чтобы не сказал с другими основаниями которые 5 7 слойная конструкция которые более-менее мяч намного лучше чувствуется здесь на короткой игре мяч не чувствуется постоянно он куда-то у меня под вылетает как будто на какой-то подушке как на батуте думаю по видео видно что на накате дуги и задержки практически нету скорость очень большая ну то же самое мяч очень плохо чувствуется такое ощущение что я бью какой-то разделочной доской его здесь какая-то другая техника нужна то есть прям как-то мяч надо подшлепывать тогда когда начинаем мяч подшлепывать и останавливать руку на мяче как-то еще более-менее контрольно вылетает но когда как обычно пытаюсь провести то как попало летит слева немного получше но здесь немного специфическое ощущение мяча справа при накате чувствуется это не так но слева такое идет такая вибрация в руку как будто чуть ли не ракет накладка отклеена она прям как аши дребезжит вся как пружина еще чуть-чуть на накате ну слева по контроль не по контроле по комфорте справа вообще как будто мяч не чувствуется справа слева вот в руку маленькая вибрация идет а 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 вот при топ спине мяч когда я ну и при накате то же самое когда я делал чуть чуть больше в мяч я его больше чувствовал было более комфортно при топ спине то же самое вы могли сейчас заметить что движение больше вверх больше в мяч делаю вроде как контрольно летит а а а но при этом дугу сделать ей очень легко а а и контрольно при топ спине то есть на накате и контроль и короткой игре комфорта игры практически никакого не было потому что мяч не чувствовал ты им не управлял просто как бы отбивал его что на топ спине чувствуется мячик и чувствуешь дугу уже здесь более менее комфортно также на удивление ну я уже играю скажу честно что я вчера уже попробовал этим основанием немного поиграть перед обзором на удивление обычно такого нет на деревянных досках это основание создает не очень не слабое вращение потому что на обычных пяти слойках деревянных вращения не так много на досках или досках или досках ну не суть вращения которые с зелоном вращения практически вообще нету его очень мало тяжело но вот это однослойка которая один слой хиноки вращения достаточно много и мяч летит неприятный для соперника слева то же самое чуть-чуть вот прям надо поплотнее не стараться одной резиной прокручивать а стараться более плотнее в мяч тогда чувствуется мяч и более менее контрольно но как я говорил когда мяч набивал по на одной доске постоянного отскока на основании нету то есть я один раз чувствую мяч второй раз не чувствую где-то у меня дальше полетел где-то короче какой-то уверенности пока что нету пока не привык еще но думаю если постоянного отскока нет на основании то и уверенности тесто тоже не будет ой просто сейчас просто выплюнулся не справляешься было так будет ну так кто так сыграет ну еще как-то сильно бить как-то вот с полу силы бьешь чувствуешь направление чувствуешь дугу какой-то вот есть а чуть сильнее бьешь куда-то все вообще как попало начинает лететь то есть вообще он все выплевывается вот плоско вот вот туда-туда пробиваю все полетели закрепим три элемента которые мы сейчас посмотрели с этим основанием это короткая игра накаты и топ спин справа топ спин слева короткая игра у этого основания отвратительно мяч вообще практически не чувствуется и мяч неуправляемый он постоянно куда-то у меня выпрыгивает во первых во вторых в связи с тем что основание очень толстая большая вероятность что можно просто постоянно шкрябать стол потому что под мяч попытаться с полулета сыграть очень тяжело на накате если мяч играть немного поплотнее немного потолще контроль начинается маленько чувствоваться но при слабом пробитии она начинает то же самое что и на короткой игре мяч практически не чувствуется и он какой-то становится неуправляемый на топ спинах когда я старался играть потихоньку одной резиной мяч то же самое мяч не чувствуется мяч неуправляемый начинает чуть-чуть играть со средней мощи со средней силой мяч чувствую хорошо дуга управляемая но при усилении начинается то же самое постоянно мяч летит как попало с чем это связано возможно с том что площадь отскока постоянно разная про что я и говорил когда набивал что с каждой точки мяч летит абсолютно по-разному где-то мяч вылетел с одной скоростью где-то с другой и отсюда идет уже некомфортность то есть я начинаю усиливать здесь он у меня выплевывается начинаю другой точкой усиливать он у меня начинает валиться отсюда уже идет неуверенность следующий момент какой бы хотел сказать при ощущении этим основанием что все удары который я делал пытался делать с вращением в руку идет очень-очень сильная вибрация такое ощущение что где-то накладка отклеена но на самом деле это не так то есть дребезжание по всей руке практически идет от этой доски теперь уже идем к игровым каким-то моментам идем к блоку идем к началу атаки к завершению к самой подаче и так далее сейчас центром попал мяч просто свалился сейчас вот это я попал я могу держать что может это что вы будешь вот вы это как но вы в сейчас при усилении вроде нормально сейчас какой-то вот вообще туда она от нее кто и не летит сейчас вообще вот здесь вот как звонка была куча дуга появилась сейчас куда была дуга все нормально было вы просто так вот до этого вроде нормально вылетел сейчас тоже самое вообще куда-то выплюнулась сейчас вот сейчас в чем разница была когда я подпадаю первый ход и завершаю слева начал справа завершил просто свалился просто свалился он не лисишь вообще по-разному да? Сейчас я подделал подачу. Первый ход, продолжение, завершение. Справа, слева поиграл уже более-менее такая вот игровая ситуация. Что могу сказать? По поводу подачи. Подача получается довольно-таки неплохая. Мяч можно хорошо накрутить этим основанием. Следующий момент. Первый ход. То же самое здесь. Однозначно сказать не могу, поскольку постоянно мяч по непонятным причинам летит совершенно разной дугой. Это, скорее всего, тоже связано с тем, что постоянно от ракетки отскакивает по-разному. Следующий момент. При усилении то же самое. Слабо бить ей нельзя. Мяч будет сваливаться. Очень сильно бить ей тоже нельзя. Нужно постоянно как-то подталкивать его с какой-то средней силой, чтобы мяч чувствовать. Потому что при сильном усилении он непонятно куда улетает. При слабом ударе мяч прям в корень сетки сваливается. А вот если со средней силой его бить, он как-то еще более-менее летит в стол. Это касается, что справа удара, что слева удара. То есть постоянно как-то его нужно со средней где-то поймать какой-то ритм одинаковый. И вот его подталкивать, подталкивать. Но ни в коем случае не стараться при усилении мяч прокручивать. Потому что тогда будет вообще полная лажа. Мяч постоянно с какой-то непонятной траекторией улетает, либо валится в сетку. Вот я и даже, знаешь, крутить начинаю, а вообще уверенности никакой нет. Вот это более-менее подталкиваю. Куда сейчас? Вообще просто сейчас свалился. Вот, это вот максимальная сила, с которой можно ее бить. Дальше либо слабее, либо сильнее. Мяч будет либо сваливаться в сетку, либо вот улетать куда-то в аут. То есть вот это вот с такими вот обычными только перекидками ей играть. Как по мне. То есть вот таким вот движением каким-то. То есть пытаться накрутить мяч. Вот. Вот так будет более-менее контрольно. Без замаха, без всего. Вот подвел, провел. Подвел, провел. Только так ей играть. Давай. Ну ладно, не туда. По поводу топс на топс. Тоже сейчас я во время самих ударов это рассказывал. Сильно бить по мячу с замахом нельзя. Будет постоянно куда-то улетать. Непонятно куда в стену. Слабо бить тоже. То есть пытаться накрутить его и сыграть одной резиной. Мяч будет сваливаться. А вот с каким-то полудвижением, полутолчком еще более-менее можно контрольно держать на столе. Следовательно, по поводу этого основания могу сказать следующее. Какие вот мы сейчас элементы поделали. Я имею ввиду, какие активные элементы можно делать. Это обычная какая-нибудь плоская подача. И пытаться играть этим основанием абсолютно без вращения. Потому что очень сложно мяч контролировать на вращениях. А какими-то такими полудвижениями, полутычками на столе. Справа, слева. Прямо пытаться мяч играть на столе. Скидывать. Потом таким полунокатом, полутопспином пытаться полуплоским ударом мяч держать на столе. Только так. Так, теперь попробую поиграть немного блоком. И уже подводим итог по поводу этой доски. Просто сейчас такая вибрация жесткая была по руке. Мяч свалился. Вот я центром сейчас ударил. Все. Сейчас вот больше вот этот сыграл, он бы выплюнул его. То есть вот отсюда. Вообще, крен, пойми как играет. В центре мяч проваливается. Около ручки. Вот, вот, вот где-то вот здесь вот, вот этим вот нормально летит. Вот этой вот частью мяч летит кайфово, управляемо. Здесь куда-то выплевывается. Вот это сваливается. Вот они зоны. Сейчас делал блоки. Вы могли видеть, как это все происходило. Могу сказать следующее, что, когда ставил блок вот этой зоной, мяч постоянно с дикой вибрацией в ручку улетал куда-то в аут. Либо даже если в стол, он бесконтрольно улетал куда-то, прям под какой-то таким, под каким-то, как на батуте, как на какой-то таким, прям с жестким подхлестыванием. Вот отсюда улетал мяч в аут. Либо в стол. Вот в этой зоне, когда мяч отбивал, здесь более-менее контрольно, то есть можно было просто подставлять. Мяч постоянно летел в стол, как бы более-менее управляемо. Когда мяч попадал в нижнюю зону, где-то вот в эту зону постоянно, мяч сваливался в корень сетки. То есть делаем вывод, что если вы готовы постоянно выбирать зону, чтобы мячик улетал у вас, как вы хотели, то тогда вам эта ракетка подойдет. Если вы не хотите этим заморачиваться, то ракетка вам это не подойдет. Таким образом, подводим итог по поводу этого основания. Могу сказать следующее, что это самое неоднозначное основание из тех, которые я пробовал. Поскольку вообще непонятно, как летит от его и с разных зон доски, летит абсолютно по-разному. Это вы могли бы заметить, когда я сейчас рассказывал про блоки. Ну и в самом начале, когда мяч набивал на доске, что с каждой зоны мяч отскакивает абсолютно по-разному. Теперь возвращаемся уже к элементам, которые мы рассматривали. Короткая игра, отвратительная, мяч практически не чувствуется. Делать накаты одной резиной, пытаться мяч немного обкатить, тоже отвратительный. Мяч не чувствуется. Чуть-чуть более плоская игра, здесь еще более-менее с полудвижением таким мяч комфортно, удобно направлять стол. Следующий момент, топ-спин тоже самое, чуть более такой плотный, чуть более, который больше акцентирован в мяч. То же самое, здесь еще можно управлять, но попытаться сделать топ-спин одной резиной, здесь, к сожалению, будут постоянные какие-то ошибки, потому что мяч постоянно летит по-разному. И очень часто будет сваливаться в сетку, либо улетать в аут. Следующий момент, топ-с на топ-с, то же самое, либо усилить, либо потихоньку его направить, тоже контроля, комфорта здесь никакого нету, постоянно с полудвижения, где-то пытаться его перед собой мячик поймать, где-то здесь его направить, будет нормально, но постоянно играть в какую-то вариативную игру этим основанием у вас не получится. Кому могу посоветовать это основание? Если ваша игра рассчитана больше на какой-то вариативности, эта игра и короткая, и накручивать, усиливать, то есть постоянно разные элементы, это основание вам совершенно не подойдет. Если ваша игра немного более прямолинейная, то есть это плоская подача полунакатом, и стараться либо после блока, либо сразу пытаться плоскими какими-то такими полуударами, полутычками пытаться соперника раскидывать по столу, выигрывать у него таким образом очко, тогда это основание может еще вам подойти. Если после просмотра этого обзора все-таки решил, чтобы это основание было у тебя в коллекции, дай знать об этом в комментарии, либо напиши мне где-нибудь в социальных сетях. На этом обзор завершен, всем спасибо за просмотр, до встречи!